И вы мне пишите, что украинцы, какие-то такие агрессивные, хоть одна ракета до сих пор полетела от нас к вам. Вот с нами Бог, вы мне пишите, с нами Бог. И бомбами, ракетами, с нами Бог. Ну эти вам бомбы, ракеты, там фашисты, нацисты. Я за всю свою жизнь прожил в Украине, я ни разу не видел того бандеровца. Я напомню, я прибыл в Украину жить из Амурской области. Там уже меня, молодого, маленького, бандеровцы там какие-то. Что вам вот там буряту за 10 тысяч километров, за 8 сделал бандеровец? Вот там, что он вам сделал? Он на 100 километров, на 300 отходил от своего дома. Даже не на 300, и то меньше. Что он вам сделал? Ну не могу понять, если честно. И фашистом вы называете меня только потому, что я украинец. То количество проклятий и ужасных вещей, которые вы мне написали в комментариях, оно просто поражает сознание. До того, как не началась война, вы мне писали максимум там рукожоп. Но мы с вами общались нормально. Как только началась война, все, фашист, убить, расстрелять, за тобой идут, тебя нашли и так далее. Давайте вспомним про школу в Беслане. Давайте вспомним про Норд-Ост, про этот газ, который пустили. Там как люди погибли, в заложниках были, так и... Но вы не вспоминайте. Вы не вспоминайте, как решили школу освободить, как ваш диктатор дал команду танками просто-напросто уничтожить школу вместе со всеми террористами, как вы их называли. То есть вы это не вспоминаете почему-то. Вы пишите мне, что у нас в стране названы улицы Шухевичем именем Бандеры. Ну а вы не вспоминайте в том, что у вас стоит памятник, как его, генерал Краснов, где-то, по-моему, он стоит в Ростовской области, если я не ошибаюсь, этот памятник. Извините, я не готовился особо. Потом Власовцев, да? Давайте вспомним, сколько миллион солдат Красной Армии перешли на ту сторону. То есть мы это не вспоминаем, но вы почему-то вспоминаете, что у нас в Украине, вы пишете мне максимум там Бандера, Бандера. Я решил разобраться, в чем же такое дело, что же вы так его боитесь. Я начал искать в интернете просто, что это такое, Нюрнерский процесс, вы мне пишете, его там признали. Вот передо мной Google, введите Нюрнерский процесс. Давайте посмотрим, оказывается, там есть 42 тома этого дела. И там нету, там есть приговор всем этим фашистам, да, которые были, но почему-то вспоминается украинская повстанческая армия там несколько раз. То есть это украинская восстанческая армия. Она оказывается, оказывается, упоминается, что армия под руководством этих Шухевича и Бандера, настолько я понял, они оказывали сопротивление фашистским мелким группировкам. Они их бомбили, там щемили и всячески уничтожали. Они не нападали на большие группировки, они вот эти отдельные, те, которые оккупировали маленькие населенные пункты, они их щемили, бомбили. И нет никакого приговора вот этим деятелям украинской повстанческой армии, всем остальным, им нет приговора, что они какие-то бандерасы. Зато есть русский, там, вот этот ваш, как он, Википедия, на русском, кстати, Нюрнерский процесс ввел. Вот вышел, встал и, по-моему, Лавров сказал, вот бандеровцы фашисты, ну давайте вы любите, вы мне пишите Нюрнберг, Нюрнберг, так вы посмотрите сами на этот Нюрнберг, вы будете в шоке, извините меня. Кроме того, вот эти вот украинская повстанческая армия, она не пришла с ракетами на Мариуполь, она не пришла с ракетами в чужую страну, они боролись с оккупацией своей страны на своей земле, как оказалось. Как оказалось, сам вот этот бандера ваш страшный какой-то, он отсидел в концлагерях немецких большую часть Второй мировой войны. Отсидел. А его посадили за то, что какой-то там выступил фрид, что бандеровские отряды организовывают восстание против вот этой оккупационной, как в Херсоне сейчас, организовывают восстание против немецкой вот этой вот оккупации. То есть я вот, я был поражен. Чего же вы так его боитесь? А боитесь, российская власть его так боится, потому что кроме того, что отряды украинской повстанческой армии боролись с немцами, вот этими фрицами, которые пришли сюда на мою землю, они еще боролись с КГБшными отрядами. Вы сами прекрасно знаете, что такое КГБ в то время. То есть я не политик, я не блогер, я не военный эксперт. Это я вам на хлопский розум, вот как говорится у нас, вы мои подписчики, мы с вами общаемся. Я просто вам рассказываю, вы же мне вопросы задаете. Вы пишете, что я ухожу от ответов. Пожалуйста, вам ответы на вопросы.